Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то снять, мне всё сложнее и сложнее подобрать какие-то правильные слова. Мы с вами живём не только в военное время, во время перемен, но и также во время злости, ненависти вокруг себя, потому что откуда бы ты ни был, это говорю я как украинка, что бы ты ни сказал, что бы ты ни сделал, что бы ты ни показал, всё плохо. Поэтому я буду продолжать делать то, что я умею, и все вырученные деньги с монетизации моих роликов на YouTube, монетизация в России отключена, но она есть в других странах, я перечисляю на помощь украинцам. Я скажу это один раз и больше никогда не буду к этому возвращаться. И также есть огромное количество зрителей, которые просят меня снимать видео о чём-либо. Пусть это будут банки, пусть это будет что-то связанное с домом, что угодно, лишь бы не переключить фокус внимания, не оградить себя от войны в Украине. Ну хотя бы на полчаса или сколько там длится мой влог развеять голову. Но как показывает практика, беда может прийти даже туда, где её никто не ждёт. И у нас рядом аэропорт, и летают военные самолёты, вертолёты. Они, наверное, учатся здесь. Это периодически происходит, и не только сейчас, не только в этом году. Они летают прямо над домом. И потом, когда включилась сирена, многие девочки, которые сейчас приехали в Польшу, говорят, в связи с чем сирена, что делать, куда бежать? У нас сирены включаются даже тогда, когда где-то пожар. Это для пожарников делается. И вот у нас весь день грохотала вот эта техника. А потом, когда потемнело, пролетел самолёт над домом, и завыла сирена. И я открываю окно, на третьем этаже у нас окна под крышей. И смотрю, а там торчат все соседи. Что происходит? По что происходит? Напуганы все. Все напуганы, потому что все осознают, в какую мировую трагедию всё это может превратиться. И потом ещё через несколько дней тоже летали самолёты, та же история. И вечером пиццерия решила отпраздновать свой день рождения. Ну, как бы я понимаю, что все хотят жить дальше, но, блин, даже поляки очень сильно напуганы. И все очень сильно возмущались, потому что тут летит самолёт, а тут грохают салюты. Ты как бы салюта вообще сейчас не ждёшь. Я уже не говорю об украинцах. Их здесь 2,5 миллиона, наверное, уже больше, которые приехали в Польшу, которые бежали от боевых действий, от войны в Украине, и которые много дней, вообще неважно, сколько, жили под сиренами. И потом они приезжают типа в безопасное место и стреляют салют или воют сирена. Это очень страшно. Я не знаю, как сделать какой-то рациональный переход от одного к другому, от войны к выпечке. Его просто не существует. Но для многих людей, которые так же, как я, оказались в такой ситуации, когда ты читаешь ужасные новости, когда у тебя разрывается сердце, когда ты рыдаешь и переживаешь, но тебе нужно кормить семью. И ты закатываешь руковая, и ты делаешь. Между прочим, готовка – это то, что я делаю не часто, но то, что меня отвлекает. Этот пирог я пекла один раз для наших гостей. И не поверите, я его поставила на стол, и он разлетелся вмиг. Часть я передала папе Томака. Беда не приходит одна. Его очень сильно схватил радикулит, и он практически месяц уже на уколах, он почти не ходит. И опять же, это то, что остается вне камеры, это то, о чем ты не кричишь на весь мир. В жизни есть как хорошее, когда твой ребенок что-то нарисовал, не знаю, или собака радуется, когда ты приходишь домой. Так и вот такие довольно серьезные неприятности, помимо войны. И я как-то стараюсь в этом во всем балансировать, чтобы окончательно не съехать с катушек, потому что это не может не коснуться никого. И я попросила маму, чтобы она купила яблоки. Давайте испечем пирог, если у вас есть такая возможность, или сохраняйте этот рецепт на лучшие времена. А я верю, что наша победа не за горами. И дай бог, чтобы у многих остался дом, чтобы вы могли вернуться и испечь такое лакомство для себя и своей семьи. Пойдем готовить. Для пирога нам понадобится мука, много масла, сахар, корица, ванильный сахар, щепотка соли, яблоки. Я выбрала потверже и не слишком сладкие. Это по-польски ренета, наверное, ренет или как-то так, два яйца. И я уже подготовила форму. Вот эта тефалевская, она очень классная, к ней и так ничего не пристает. Я уже выложила сюда бумагу для выпечки, но на всякий случай, по привычке, я еще часто смазываю бортики маслом и посыпаю мукой или панировочными сухарями. Сказала или нет, два яйца голова совершенно не варит. Если я о чем-то забыла, то я обязательно укажу это в инфобоксе. И еще это не обязательно, но если у вас продается или так, как у меня уже было в кухне, это очищенный, нарезанный миндаль. Его часто используют в Польше для выпечки. И раз есть, то применю и его. А еще, девочки, сахарная пудра. У меня ее нет, поэтому я ее быстро сделаю. Посмотрите, какая у меня сахарница. Это мне прислали еще перед Новым годом, наверное. Нам необходимо 30 грамм. Это есть. Добавляем в блендер сахарную пудру и 75 грамм масла, чайную ложечку корицы, 150 грамм муки. И миксуем все в блендере. Нам необходима крошка. Крошку выкладываем на дно формы. Прямо руками все распределяем и как бы утрамбовываем. Этот пирог интересен тем, что у него как бы два вида теста. Это получится песочным, а верхняя часть даже чем-то напоминает пудинг. Наверное, тогда так. Хорошо все разравниваем и отправляем в холодильник. Пусть это тесто стоит там, пока мы с вами будем заниматься яблоками и второй частью пирога. Яблоки мы очищаем и пока я это буду делать, вы посмотрите, надеюсь повторите потом вместе со мной, каким образом я буду их нарезать. Смотрите, я нарезаю яблоки как бы дольками и в каждой из них делаю еще небольшие надрезы. Так яблоки будут лучше пропекаться. Здесь я уже подготовила то, что у нас пойдет на самый верх. Это ванильный сахар, обычный сахар и чайная ложечка корицы. В общей сложности где-то две столовые ложки такого месива. Отделила желтки от белков. Берем миксер. Я все буду делать в моем роботе. И, кстати, я уже включила духовку, разогрела до 180 градусов. Выливаем белки, щепотку соли и взбиваем до образования пены. Получившуюся пену выкладываем в какую-то мисочку. И пока мы будем заниматься нашим пирогом дальше, пусть это все постоит в холодильнике. Теперь кладем в миксер два желтка, 140 грамм сливочного масла. У меня оно мягкое. Грамм 100 сахара. И взбиваем. Вот такое у нас должно получиться. Добавляем 140 грамм муки. Продолжаем взбивать. Сюда же выкладываем ранее взбитые белки. И буквально там несколько секунд на маленьких оборотах перемешивайте все вместе. Достаем охлажденный низ нашего пирога и выкладываем вторую часть. Такая интересная комбинация вот этого. Действительно не похоже даже на тесто. У меня внезапно села батарейка. Пока она хоть чуть-чуть заряжалась, даже яблоки почернели. Что я сделала? Я распределила вот этот второй слой, выложила яблоки. Не важно собственно говоря как вы это сделаете. Растопила масло. Это буквально столовая ложка наверное поливаем. Чтобы наш пирог не был сухим. Посыпаем корицей с сахаром. Я вас убеждаю, что это супер вкусно. Да, миллион калорий, но оно того стоит. И сверху я еще добавляю миндаль. Можно взять любые орехи, слегка их измельчить. И все. Запекаю без термообдува при температуре 180 градусов 45 минут. Пару недель тому назад мы ездили на шопинг для дома. Мы покупали все для съемного жилья, потому что там абсолютно пусто. Я дальше во влоге покажу вам какие-то бюджетные опции, если вы вдруг здесь тоже снимаете квартиру. Не обошлось и без покупок для меня, для нашего дома. Во-первых, куда-то подевался совок и метелка, поэтому я купила себе новую, откуда она, по-моему, из юска в конечном итоге. Дальше совсем скоро Пасха, и я хотела бы как-то провести время с детьми. Они до сих пор иногда любят готовить со мной, просто стояли рядом с банкоматом и там был магазин под названием Тескома. Там вообще много всего интересного для готовки, для выпечки, но я взяла только две вещи. Во-первых, это такая штука, при помощи которой можно вырезать печеньки сразу с пасхальным декором и также яйца, точнее формы в виде яиц. Можно вырезать разные по размеру, как видите, и потом я еще хочу купить такие писаки по-польски, это такие типа как фломастеры, наверное, что-то такое, внутри окрашенная сахарная масса и можно все декорировать, вот как здесь. Мы делали раньше прянички на Рождество всякое разное, я думаю, что я найду время и силы заняться этим с детьми. Что еще? Ага, это тазик большой, свой поменьше я отдала. Иногда даже не ожидаешь, что не найдется тазик подходящего размера, а мне и так нужен был больше. Поэтому себе взяла вот этот, часто что что-то переношу ну понятное дело это такая мелочь, черпак, свой черпак я тоже отдала, купила новый. И еще мы были в магазине Хомла, как раз была хорошая акция, минус 50% на второй артикул для дома, я взяла две наволочки, нужно будет поменять их, и вот эти как раз по расцветке хорошо подойдут к моей дорожке с прошлого года, которую я использовала на Пасху, ну вообще симпатично, зеленый цвет успокаивает, скоро все распустится, зацветет, тоже хочется слегка поубирать то, что осталось после зимы, так что я думаю, что вскоре я займусь еще и сменой декораций дома и каким-то мини-пасхальным декором, но в этом году у меня нет сил на создание что-то самой покажу, что купил Томак ой, вот это прикольная штука, это бабушка Данута, мама моего Томака подарила детям, у нас больше этих яиц, это яйцо, которое можно самому раскрасить, прилагаются и красочки, так что будем декорировать, вот такое яйцо белое, прикольно, очень классная идея, продаются такие штуки в Тайгере, это бюджетный магазин со всякой мелочевкой, в этом году у нас какой-то такой невеселый пасхальный декор, это Томак купил в цветочном магазине в нашем местном, там кстати работает моя зрительница, вот, и такой мужской, вам не кажется, достану дорожку, поглажу ее, и наверное на этом все, уже на сам праздник, понахожу то, что у меня было с прошлых лет, а пока что вот так, у входной двери у нас красуются уже пасхальные веноки, вот тоже купил Томак, удивил, так удивил, если присмотреться, столько разных деталей, здесь много живых, каких-то веточек, честь, честь, и яйца, точнее, как скорлупа, необычной, погладила я уже и наволочки, и дорожку, но не прям один к одному, но узор чем-то похож, в жизни вот эти листики, они более зеленые, наконец-то испекся мой пирог, слушайте, это невероятно вкусно, я вам очень рекомендую попробовать этот рецепт, и сверху яблоки не подгоревшие, они как бы карамелизируются, плюс корица, это божественно, сейчас дождусь, когда он остынет, и покажу в разрезе, посмотрите, какой он необычный, видите, внизу получается один вид теста, а сверху второй, и яблоки за это время очень хорошо пропекаются, заправила уже новые наволочки, разгладила, симпатичненько, как видите, оставила и старые, до сих пор нравится такое сочетание цветов, арахисово с зеленым, со спокойным, ковер тот же, а салфетку со снежинками, уже пора бы и убирать, у нас на днях снова был снег, и со второй стороны тоже подушки, здесь у нас еще в качестве декора стоят пульты, вот этого, от плейстейшн, и думала разбирать вот эту зимнюю композицию, но она настолько мне нравится, и особенно я фанатею от этого вазона, который я покупала в Юске, так что пусть тоже стоит, пока не придумаю чего-то нового, Томак принес цветы, у нас недавно был садовник, привел в порядок наше дерево, потому что оно очень сильно разрастается, и потом много тени, это было еще до приезда мамы, и наших гостей, но и с травой там тоже, что-то делали, короче, я не в теме, распаковали наши розы, посыпали удобрением, совсем скоро все станет зеленым, и будет еще более приятно и красиво. Приехали в Икею, будем покупать какие-то вещи, которые необходимы для съемного жилья, вот, например, наборчик на 4 персоны всего за 19 злотов, у нас же один большой, второй поменьше, самая низкая цена 12 злотов, бюджетные сковородки, 2 штуки, среднего размера, я бы сказала, и маленькая, нелегкая, но если нужно, например, только на сейчас, то почему бы и нет. Набор из трех кастрюль за 45 злотых, без одного гроша, одна кастрюлька совсем маленькая, ну, чисто что-то подогреть или приготовить маленькому ребенку, а вот эти две средние, они идут с крышками и только маленькая без, они идут с крышками и только маленькая без. Показываю вам специально самые доступные варианты, например, тарелка, полноценная тарелка для второго блюда, даже блинчик, мне кажется, сюда поместится, 2,50 за штучку, из той же коллекции есть глубокая тарелка за 5 злотых, вот, и ее можно использовать как для салата на несколько человек, так и для пюре, для первого она, конечно, великовата, но смотря кто какие порции ест, за 2,50 есть и чуть поменьше тарелки, что-то съесть небольшое, также за 2,50 есть такая, с одной стороны, средняя, типа, глубокая тарелка, но для первого она маловато, а для чего-то побольше, но в целом можно собрать неплохой комплект на любое время и также красиво накрывать стол, не просто удобно. Для наших гостей мы покупали в Икее и пуховые одеяла, пуховые, пуховые, неважно, подушки тоже несинтетические и здесь же брали сразу подходящие по размеру комплекты и для взрослых и для детей. например, для детей можно найти за 50 злотых и чуть выше. В целом они неплохо служат и нормальные по качеству. Если хочется поплотнее материал, то есть за 70. Я беру такого нам не хватает для мальчиков. Не в каждой съемной квартире есть обогрев пола и вообще что-либо на что можно стать босыми ногами после душа. в икее есть вот такие это называется диване кваженковы. То есть это не совсем коврик, но более плотное полотенце в двух цветах серое и белое. Мы планировали в этом году слегка преобразить нашу террасу, вообще переделать ее вместе с полом, вместе с мебелью, купить что-то новое, но пока что не актуально, потому что сложно что-то вообще планировать. В наше время мне очень нравятся вот эти подушки типа плетеные. У нас совершенно другие подушки именно для этой мебели. Вижу, что в этом году появились какие-то новые, симпатичные, но они поменьше, чем наши. У наших сменные числа это было удобно. Здесь я даже не уверена. Мне также нравится вот этот комплект. У нас деревянные вот такого же цвета. А вот этот мне кажется более устойчивый к погодным условиям. У нас вроде есть специальный чехол, которым раньше мы накрывали мебель, но все равно довольно быстро испортилось. Где-то за 4 года, наверное. Ох, еще бы взять вот такое плетеное кресло большое и сидеть утром пить кофе, вечером бокал вина. Я верю, что когда-то это будет реальностью. Терки, ситечка, ложки, какие-то формы для выпечки, возможно, прихватки, досочки, это тоже все есть в Пепко. Миски и пластиковые, и железные. Когда я искала такие, их не было. Закон подлости, что называется. Ну, в Икее такие были бы гораздо дороже. Сколько? 3 евро за 3. Классный салат, можно сделать, что-то помыть, что-то помешать. Такие дела. Чайники, сковородки, кастрюли и все это недорого. Если вам вдруг далеко до Икеи или в вашем городе, в Польше ее нет, но есть юз, то можете посмотреть постели здесь. Тем более, что вот я вижу, у них как раз акция, у них также есть свой интернет-магазин, и можно купить все, что вам необходимо. Также одеяло и подушки вот сразу в органайзерах, что очень удобно, если придется перевозить. Большой выбор полотенец, как и самых обычных, так и с узором. Мне лично вот эти даже больше нравятся, чем в Икее. Очень симпатичные. Правда, я так и не поняла, есть ли большие. Это, как по мне, средний. А вот вижу, их цена 60 злотых без нескольких копеек, а больше размером 119. Девочки, я видела огромное количество ваших вопросов по поводу нейродермита, дерматита. Вы просили поделиться тем, чем пользуюсь я. И давайте договоримся сразу, что это никакая не реклама, это то, что мне назначал доктор, и у меня нет медицинского образования, я могу только поделиться контактами аллерголога, дерматолога здесь в Кракове и показать то, чем пользуюсь я сама лично. У многих может быть разный корень этой проблемы. Конечно, нужно сначала его определить и заниматься в первую очередь им. Но раз были такие вопросы, если это будет кому-то полезно, я покажу. Отправляла фотографии, названия каких-то препаратов, каких-то косметических средств в директ моего инстаграма, но вижу, что это сейчас какое-то повальное явление, и понятное дело, почему. Значит так, у меня есть два вида средств, которые я использую, одни для кожи головы, а вторые для всего тела. Первое, это что-то от зуда, это не лекарство, которое вылечат, это что-то, что снимает именно зуд. Их нужно наносить локально, исключительно, почитайте все инструкции, все противопоказания. Насколько я помню, не все можно использовать беременным, поэтому будьте внимательны и бережно относитесь к своему здоровью. Я могу не увидеть чей-то запрос и не ответить лично, поэтому просто рассказываю. Между прочим, эти лекарства продаются у нас в Польше по рецепту, поэтому в ближайшей аптеке вы его не купите, но так как я знала, что необходимо мне и чисто ради каких-то лекарств снова идти к врачу и тратиться, я некоторые из них покупала в Украине. В Украине они продаются без рецепта. Значит, на кожу тела, не головы, от сильного зуда. Когда не втерпешь, я использую вот такой крем, продается в аптеке, называется Pima Fucord. это то, что моментально снимает именно зуд, когда хочется лезть на стенку, на кожу головы. Опять же, локально и именно от сильного зуда я наношу вот эту вещь, она правда супер старая и у меня тоже заканчивается Lockheed Крило. Крило, не знаю, эмульсия. Это то, чем нельзя пользоваться на постоянной основе, только в экстренных ситуациях, когда невозможно это все вынести. На тело для лечения мне назначали протопик 0,1% действующего вот этого вещества. Он небольшой, расход у него маленький, и когда ты наносишь его на раздраженную кожу, невыносимое жжение. Печет так, что тебе хочется визжать. во всяком случае у меня так было, когда самая активная фаза обострения и эта мазь тоже высушивает кожу. Когда уже все немножко устаканивается, успокаивается, подлечивается, обязательно нужно наносить что-то увлажняющее, но при этом щадящее и деликатное. Тут тоже подойдет аптечный крем для тела. Вот такой у меня это La Roche-Posay. Очень большой объем, я даже просто на руки наношу его, когда нуждаюсь в увлажнении. Большой объем на супер долго хватает, он без отушек, его также можно использовать для детей. И вы знаете, когда ты лечишь кожу, то очень важно ее восстанавливать, а не только постоянно сушивать мазью, потому что потом уже может появиться зуд именно от недостатка увлажнения. Когда все начинает пылить, и мой дерматит обостряется еще и на фоне цветения какой-то пыльцы, тогда я начинаю принимать таблетки, они здесь тоже доступны по рецепту под названием Клатра. У меня после них нет сонливости и чрезмерного аппетита. И вот на те препараты, которые я сейчас показывала вам, когда я изучала очень подробно эту тему, когда я искала для себя какое-то спасение, на них я видела очень много хороших отзывов, но обязательно, если есть возможность, проконсультируйтесь сначала с врачом, не у всех она сейчас есть, поэтому я решила поделиться, может кому-то из вас эта информация пригодится, будет полезной. Помимо аптечных средств для кожи головы, я тоже использую шампунь-виши, который вы видели неоднократно, дыркоз для нормальной и жирной кожи. Сегодня не мешало бы тоже помыть голову, но я как-то так торопилась, думаю, поснимаю, раз у меня более-менее спокойный день, и мы с мамой только вдвоем дома. Также мне назначили таблетки успокоительные, это то, чем нельзя увлекаться, только в каких-то экстремальных ситуациях, когда тебя трясет, когда ты не можешь спать, они вызывают привыкание, и сами без назначения врача их не принимайте, гидрокортизон. Это те таблетки, которые я принимаю на ночь, одну, иногда половинку, если мой стресс выходит за рамки моего контроля, я ничего с этим сделать не могу, если не сплю несколько ночей подряд, то понятное дело, что ты потом вообще не можешь функционировать, и при этом ты не можешь уложить себя спать. Вот мне доктор, глядя на меня, сказал, что так, начинай что-то с этим делать, потому что ты себя просто угробишь. Также, девочки, я уже какое-то время принимаю витамины, и то, что я сейчас скажу, это не реклама, я просто делюсь с вами какой-то информацией, я покупаю эти таблетки на iHerb за свои собственные деньги, мне ничего не присылают, и я вижу, что мне после них стало лучше, только сейчас я все это дело забросила и купила себе новые. iHerb доставляет сейчас в Европу, я вам рассказывала, что раньше я платила налог в размере 22-23%, но сейчас они не насчитывают НДС, я набираю в корзину на определенную сумму, и доставка абсолютно бесплатная. Мне приехала посылка где-то, наверное, дней за 5, потому что кое-что мама просила заказать, у меня много чего закончилось из ухода, но об уходе за лицом давайте уже в следующий раз поговорим, не хочу вас сильно загружать, но видела ваши вопросы обо всем по чуть-чуть, когда у меня будет вообще какое-то нормальное моральное состояние, когда мне самой будет до этих банок. И что-то еще по поводу iHerb, да, у них сейчас есть скидка с кодом, я оставлю вам его в инфобоксе, минус 20% на определенные бренды, поэтому если вы вынуждены были уехать из Украины, переживаете за то, что есть какие-то средства, которые на вас работали, и вы боялись, что вам насчитают налог, или еще что-то, сейчас с этим гораздо проще, и на самом деле я рада. Я заказала несколько посылок, еще одну жду. Я продолжаю принимать магний, такой, как надо для нервной системы, в концентрации, как это, господи, у меня вообще нет никаких нормальных слов в голове, в общем, 450, минимум 400 беру, витамины на каждый день, две такие штуськи от бренда Life Extension. Когда у нас появились гости, у всех были проблемы с животом, с пищеварением, и у меня были мои пробиотики, к сожалению, они были распроданы, когда я заказывала, и я всем их раздала, говорю, принимайте, и не поверите, за несколько дней стало гораздо лучше. Их название я тоже кину вам в инфобоксе. Сейчас не было тех, и я взяла другие пробиотики, опять же, для нормализации пищеварения, вот эти, и на них именно была скидка 20%. И тоже для нервной системы фолиевая кислота и витамин В12. Моя мама тоже принимает эти витамины сейчас, чтобы как-то удерживать свою нервную систему в более-менее нормальном состоянии. на этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте поддержать это видео пальцем вверх. Я сказала, для чего я сейчас снимаю. Я была рада с вами повидаться. И мы увидимся с вами совсем скоро. Пока!